Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Бевышева. Сирийский отсчет. США и Россия обменялись угрозами. Удастся ли избежать эскалации военного конфликта? Квартирный триллер. Кто выделяет сиротам жилье, в котором невозможно жить? Добавьте денег. Германия парализована забастовками. Какова цена вопроса? На грани столкновения Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии. Масштабная военная кампания может начаться в любую минуту. Дмитрий Анопченко сейчас в Соединенных Штатах и он выяснил все подробности. Почему Штаты тянут с началом военной операции, понятно. Им нужно было время, чтобы передислоцировать военную технику. Два ракетных корабля уже на позициях. А сегодня с базы Норфолк в Вирджинии в Средиземное море выдвинулась ударная группа. Лучшее, что есть у ВМС. Авианосец Гарри Трумэн, ракетный крейсер Нормандия, пять ракетных эскадренных миноносцев. К ним присоединятся два эсминца, авиация и даже атомная подводная лодка «Флорида», которая несет на борту более 150 томогавков. Пентагон называет все это плановой ротацией. И это действительно правда. Трумэн каждый год в такое время уходит в рейс. Но в этот раз планы как раз совпали с событиями чрезвычайными. Голова государства близок к тому, чтобы дать финальную отмашку. Трамп отменил все поездки, остался в Вашингтоне, что само по себе очень серьезный знак. И прямой месседж России передал, по привычке, сделав это в соцсети. Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много. Хороших, новых и умных. Американская пресса сейчас выяснила, о чем это президент. Речь о крылатых ракетах «Тамагавк» новейшей модификации «Блок-4», которые могут менять прицел уже в ходе боевого задания, по сути, уже в полете. Запустить их и способны американские боевые корабли, находящиеся в восточной части Средиземного моря. Сами при этом находясь в безопасности, вне зоны атаки. И тут только одна угроза. Высокопоставленный военный времен Обамы признался газете «Лос-Анджелес Таймс». Соединенные Штаты опасаются гибели находящихся в Сирии граждан России. Поэтому в Пентагоне, возможно, пойдут на то, чтобы заранее предупредить Москву о месте удара. Это не даст военной операции превратиться в открытую войну, а до нее не так и далеко, утверждают экс-чиновники, разоткровенничавшиеся в разговоре с прессой. Если хоть кто-то из русских погибнет, то в качестве ответного удара на атаку США Москва может пойти на акт агрессии против американских военных самолетов и военных лагерей в этом регионе. И основания для таких опасений есть. В Госдуме уже заявили, Россия в случае угрозы ее военным может задействовать силы ПВО флота, зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Понятно, что такими словами без команды свыше не разбрасывают. Дональд Трамп уже и сам признал, отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас даже хуже, чем в период Холодной войны. И это значит, Кремль, не задумываясь, пойдет на обострение, если план президента в Сирии вдруг даст осечку. И последствия могут быть похуже второго Карибского кризиса. Поэтому до того, как отдать приказ о начале атаки, в Вашингтоне и раздумывают, как, начав сирийскую войну, случайно не превратить ее в Третью мировую. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». В Алжире разбился военный самолет. Погибли 257 человек, среди них женщины и дети. Ил-76 упал сразу после взлета неподалеку от военной базы города Буфарик и взорвался. Среди пассажиров были в основном военнослужащие и их семьи. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, а утром в российском Хабаровске потерпел крушение вертолет. На его борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли. Известно, что это был тренировочный полет Ми-8. По словам очевидцев, вертолет зацепился за вышку, которую не заметили из-за тумана. Пожарные проверки нужно проводить до тех пор, пока не будут устранены все нарушения. Речь об этом сегодня шла на заседании Кабмина. Также в правительстве заговорили об ужесточении избирательного законодательства. Все подробности узнаем от Ольги Теребинской. Первые результаты проверок общественных заведений сегодня обсуждали на заседании правительства. Речь идет о пожарном аудите, который начался 30 марта. По словам главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям, проинспектировали 30 тысяч объектов. Торговые центры, больницы, школы, детсады. За две недели обнаружили тысячи нарушений. Найгарший стан с выполнением приписов склався в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где они выполняются более 60% ранее запропонованных заходов. Всего на руководителей объектов накладено 1200 административных стягнений. За порушением требований пожарной безопасности до суду поданы позовы на закрытие 37 объектов. Из них торгово-разваживательных центров 16, дошкольных и школьных закладов 18, лекарин 3. Премьер-министр заявил, все заведения, в которых обнаружили нарушения, проверять будут до тех пор, пока там не устранят все недочеты. Я наголошу, что все те, кто будут не звертать увагу на реальные требования, покращать ситуацию, изменить ситуацию в своих торговых центрах, або в своих объектах, там, где много перебывает людей, пошли мы экскаваторы, перекопаем входы. Отключим электроэнергию, но мы должны навести лад. Планируют в Кабмине ужесточить также избирательное законодательство. Соответствующий документ приняли сегодня на заседании правительства и вскоре передадут Верховную Раду. Работа над этим законопроектом шла майже два роки. Он прошел древние публичные обговорения и получил позитивные экспертные оценки. Проект закону погоджен со всеми зацикальными министерствами и ведомствами. Ключевыми изменениями в законопроекте есть невидворотность покарания за злоченный против выборчих прав граждан. Если документ примут, за фальсификации будет грозить тюрьма до шести лет. Незаконная предвыборная агитация, раздача спиртного и продуктов тоже повлечет уголовную ответственность. А вот тех, кто сообщит о факте подкупа наказывать не станут. К тому же правоохранители будут в праве негласно следить за недбросовестными избирателями, чтобы находить организаторов, а не исполнителей. За предыдущую каденцию, на жаль, до ответственности по фактам подкупа притягивались бабуси, пенсионерки або студенты. Этот законопроект даёт возможность вести негласные следствия органам правопорядка и доследить всю систему, всю сетку подкупа, а не по одиноким фактам. Владимир Гройсман надеется, что этот закон Верховная Рада примет в ближайшее время. Мы должны подготовиться к следующих выборам президента на весне следующего года и к следующих выборам к парламенту, которые происходят в осени наступного года. В Украине мае бути чітке розуміння у всех, кто намагается скуповывать голоса, фальшувати выборы, они мают нести за себя ответственность. Я сейчас не помню, чтобы кто-то понес ответственность за всю историю фальшуваний выборов, про которые мы знали, догадывались, чтобы кто-то реально понес ответственность. Еще одна тема сегодняшнего Кабмина борьба с трудовой миграцией. Глава правительства считает, что украинцы могут быть обеспечены работой внутри страны. Нужно только повысить их квалификацию. В этом году планируют создать 50 учебно-практических центров на базе ПТУ. Ольга Теребинская, Геннадий Аникеенко, подробности, телеканал Интер. Военные пенсионеры против Кабмина. Киевский огрушной административный суд во второй раз перенес заседание по иску бывших военнослужащих к правительству. Следующее заседание состоится 15 мая. Напомню, ветераны требуют обязать чиновников пересчитать им пенсии, поскольку в октябре прошлого года пенсии подняли всем, кроме них. После этого люди вышли на митинги, даже перекрывали дороги. В результате Кабмин согласился повысить выплаты бывшим военным, но поэтапно в течение трех лет. По мнению нардепа Натальи Королевской, которая пришла в суд поддержать пенсионеров, правительство намерено затягивать процесс. Все эти изменения или абсолютное их большинство противоречат Конституции Украины. Почему? В статье 92, пункт 6 написано «Выключено законами Украины вызначаются основы социального захиста и пенсийного забеспечения». То есть непоставлениями Кабминета министров должен определяться размер нашей пенсии а законам. Мы видим, что правительство всеми мыслимыми и немыслимыми законными и беззаконными способами пытается затянуть этот процесс. Они не подают вовремя ответы, они являются в суды без документов, они делают абсолютно все, чтобы как можно дольше обманывать сегодня военных пенсионеров Украины и не проводить справедливый перерасчет пенсии. Мы еще не раз придем в этот суд, но мы не сдадимся и не дадим правительству манипулировать и шантажировать сегодня всех пенсионеров и всех военных в нашей стране, обманывая их и не выплачивая заслуженную пенсию. Отложить переход к системе накопительных пенсий советует Украине Всемирный банк. Об этом заявил руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине. Фарукхан считает, что введение этого новшества с января 2019 года, как планирует Кабмин, может повлечь за собой сокращение взносов в пенсионный фонд вплоть до его банкротства. С такой позицией не согласен лидер соцпартии. Сергей Каплин убежден, что вывод зарплаты с тени поможет оздоровить нынешнюю солидарную систему и начать переход к накопительной. Украинцы получат, по его мнению, индивидуальные счета, где будут аккумулировать пенсионные взносы. Со временем эти сбережения станут опорой для экономики. Всем давно известно, что Пенсионный фонд Украины является банкротом. Для людей, которые сейчас находятся в пенсионном веке, есть загроза, что они не будут получать пенсию уже за 10-15 лет. Про пенсию для молодых уже не стоит и мечтать. Поэтому наше задание сейчас, кроме оздоровления традиционной солидарной пенсионной системы, формировать второй уровень, безопасный, второй кошель, куда бы люди заощрировали свои деньги для того, чтобы гарантировать себе обеспеченную старость. Жилье в наказании. В Днепре дети-сироты годами стоят в очереди на квартиры, а когда, наконец, их получают, отправляются в суд. Почему в комнатах, выделенных городскими властями, жить просто невозможно, видела Елена Миндалюк. Станислав Бугайчук круглый сирота. 18 лет стал в очередь на социальное жилье. Через 5 лет дождался. 13 квадратных метров в общежитии в спальном районе Днепра. Но радости, что имеет собственное жилье, не ощутил. Не благоустроена комната, то есть проводка горит, полы надо менять, стены в плесени. Видите, даже здесь дверь, мамаха ее нет. Можно было бы сделать ремонт, но Станислав, студент и единственный его доход 2000 гривен стипендии. На эту сумму не разгонишься. Минимально даже, можно сказать, нужно затратить 150-200 тысяч для того, чтобы благоустроить эту комнату. То, что пишется в законе и то, что делается сейчас, это издевательство над детьми-сиротами. Социальное жилье в прошлом году получил и Роман, он тоже сирота. Дали комнату на пятом этаже в промышленном районе 16 квадратных метров с ободранными обоями, грибком и дырами в полу. У меня сустав входит, выходит, он трется. И когда он трется, вот эти все боли, спазмы, мне, вот сейчас мы можем наблюдать, то, что у меня ноги тросятся. Это идет, уже начинается приступ. И когда я начинаю об этом всем говорить, у меня слезы наворачиваются, потому что просто не хочу жить в таких условиях. Добиться справедливости ребятам помогают юристы из столицы. Говорят, истории Романа и Станислава не единичны. В работе дела 17 ребят, которые получили жилье, но переехать туда не могут. Сейчас готовят общий иск в суд. Административный иск против горсовета в административный суд Днепридцовской области, целью которого будет признание бездеятельности горсовета и чтобы суд обязал горсовет выполнить свои обязательства обеспечить жильем этих детей и сиротов. Очередь на социальное жилье огромная, говорят юристы. Только сирот в ней 650 человек. Пока для них нашлась только одна квартира и 11 комнат в общежитии. Жилого фонда пригодного для их жизни очень мало. То есть чиновникам как-то нужно двигать очередь происходящую. Поэтому что попадается какой-то вариант, даже пусть он полуразрушенный, они сразу пытаются подвинуться в эту очередь и выдать это жилье, чтобы себя с очереди снять. Почему сиротам дали комнаты, где жить просто невозможно узнать у чиновников нам таки не удалось. От комментариев в госполкоме Днепра отказались. Елена Медлюк, Евгений Конецов, подробности телеканал Интер, Днепр. Боевики продолжают активно обстреливать украинские позиции. С начала суток уже 13 раз они открывали огонь. В районе Песок применили запрещенные минометы 120-го калибра под каменкой били из танка, а вот в Авдеевку к военным сегодня приехали волонтеры. Чем помогли на этот раз расскажет Игорь Левенок. Бронежилеты и тепловизоры, дроны и миноискатели, военная оптика и даже покрышки для автомобилей, вещи без которых военным обойтись невозможно. В прифронтовую Авдеевку волонтеры из Литвы привезли подарки. От этих вещей зависит жизнь многих людей, бойцов, тех же гражданских, коптер привезли, подняли, слетал, получили много информации. В двухсотых, наверное, процентов 90 из-за того, что высунул голову и прилетил. А с помощью специальной оптики рисковать своей головой не нужно. Существует труба разведчика с десятикратным зумом. Ночью уже никак без тепловизора. Вещь крайне необходимая, но солдатам она не по карману. Сколько таких было, что ну, я думаю, тысяча подняли. Литовский волонтер Йонас Охман говорит, деньги на нужды украинской армии собрали на благотворительном концерте. За один вечер литовцы пожертвовали 80 тысяч евро. У нас просто собирать ресурсы, это легче, потому что это Европа, там чуть по-другому, но вот же это Прибальтика, люди там понимают, хорошо понимают, что значит это Россия. Известный волонтер Юлия Толмачева сегодня тоже приехала к бойцам на фронт. Ее машина набита под завязку. Здесь и вкусности, и дорогая амуниция. Украинцы продолжают помогать армии кто чем может, но собирать деньги с каждым годом становится все сложнее. Мой номер телефона очень многие бизнесмены перестали брать трубку или заблокировали его, потому что я не знаю, от чего я звоню. Я не прошу денег, я прошу проплатить счета. Я приношу счета, допустим, если большой счет, я его разбиваю на 5, на 7 там накладных, и прошу, можете оплатить там этот счет, этот счет. Узнать о нуждах наших бойцов и гражданских приехал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Я думаю, что это и от медицинских препаратов до одежды и обуви. И, конечно, мы это делаем и в будущем будем делать. Будем поддерживать и военными средствами украинскую армию. Присутствие иностранной делегации и представителей миссии ООН не сдерживало боевиков. В районе Авдеевки они сыпали минами по украинским позициям и даже жилому сектору. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей, подробности, телеканал Интер. Юлия Скрипаль, дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля находится под охраной на военной базе. Об этом сообщает издание Десан. Ее отец до сих пор в больнице Солбери. Он довольно быстро идет на поправку. Однако, по словам врачей, проблемы со здоровьем могут возобновиться. Тем временем, Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. Они предусматривают полный запрет на какие-либо финансовые операции, связанные с государственным долгом. Россией под ограничения могут попасть Фонд национального благосостояния и даже Федеральное казначейство. О возможных... о возможных последствиях этих санкций у нас есть возможность поговорить с замглавой администрации президента Украины Константином Елисеевым. Он с нами на прямой связи. Константин, добрый вечер. Скажите, каких результатов Украина ждет после очередного слота санкций против России? Доброго вечера. Мы считаем, что наконец-то СССР выбрало правильный шлях, шлях использования санкций. Мы ожидаем, что позицию американской стороны будет поддержана с боку Европейского Союза и санкции должны быть синхронизированы между американскими и европейскими. Плюс мы ожидаем, что европейская сторона и американская сторона перед всем запроводят санкции против тех компаний и бюзнесменов российских, которые причетны до побудов например, газоводов «Певничный поток-2». Что касается Украины, то президент Украины нещодавно дал доручение с тем, чтобы Рада национальной безопасности и обороны Украины в координации с соответственными министерствами и ведомствами МЗС, СБУ подготовила пропозицию щодо санкций относительно российских олигархов на кшталт тех, которые запроводила американская сторона. Отже, фронт поддержки Украины, фронт против российской агрессии будет усиливаться. Кстати, раз вы уже вспомнили относительно Северного потока, президент был на этой неделе в Германии, он общался с Ангелой Меркель. Расскажите, какие перспективы относительно строительства Северного потока-2, чего нам ждать? Есть ли шанс, что они притормозятся в ближайшее время? Ну, по-перше, я хотел бы отзначити, что это был знаковый визит президента до Берлина. Президент наш был одним из первых святовых лидеров, который отзывал Берлин после формирования нового уряда. И, конечно, произошел очень доверный детальный диалог с всему комплексу вопросов, в том числе и с проблематикой Северного потока-2. Я хотел бы сказать, что произошла такая аргументованная и очень интересная дискуссия, в которой президент выкладывал несколько дополнительных аргументов против строительства этого газовода и домовлено продолжить этот диалог и предметно, что канцлер Немеччины достаточно с интересной поставился к отдельных аргументов, в частности, что касается его политической недоценности, а также мы предлагали альтернативу. Альтернатива поляга как раз в дальнейшем использовании транзитных мощностей именно через украинскую территорию. И очень важно, что произошла разговор и о ситуации на Донбассе. И, в частности, шло и как про посиление санкций, шло про миротворчую операцию на Донбассе и, конечно, про продолжение решения гуманитарных проблем на Донбассе, в частности, что касается звольнения украинских заручников, которые сейчас перебивают на оккупованной территории, а также звольнения украинских политвязков. Из этих вопросов президент получил полную поддержку с боку канцлера. И последний вопрос. У нас есть информация относительно того, что Порошенко будет встречаться с Терезой Мэй. Когда эта встреча запланирована и какова тема этого общения? Какие главные вопросы будут подняты? По-перше, ближчим часом действительно у президента будет несколько важных контактов. Вы уже знаете, что ближчим часом будет тристоронний саммит Украина, Франция и Немечина в городе Ахин. И у вас правильная информация, что буквально я надеюсь ближчими годинами будет контакт президента Украины с премьер-министром Терезой Мэй. Адже нам, крім обговорения вопроса посиления санкций против России и высловения солидарности с Британией и, соответственно, Британия и солидарность с Британией с украинским народом, будет также обговорено вопроса подальшего посиления спецпрации в инвестиционной двусторонней галузе в экономичной. И я думаю, что також британская сторона зацикавлена в том, чтобы допомогти нам с точки зрения надания и оборонной сброи. Спасибо. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев был с нами на прямой связи. В Германии немецкие профсоюзы вывели людей на акции протеста. Вчера частично замерли несколько крупнейших аэропортов, чья очередь сегодня узнаем от Татьяны Лагуновой. Бастуют все в Германии масштабные предупредительные акции протеста. Организовал их профсоюз Верди, который представляет интересы госслужащих и работников сферы обслуживания. А это значит, что на работу не вышли представители самых разных профессий. Учителя, воспитатели детсадов, врачи, сотрудники миграционных ведомств, водители общественного транспорта и многие другие. Наша цель громко заявить о себе, чтобы все, прежде всего работодатели, нас услышали. А услышать работодатели должны требования о повышении зарплаты. Профсоюз называет и сумму добавки 6%, то есть не менее 200 евро в месяц. Я хочу, чтобы мою зарплату подняли, как и требует профсоюз на 6%. То, что я получаю сейчас, недостаточно для нормальной жизни. Бастуют члены профсоюза по очереди. Так, например, накануне свою работу остановили сотрудники аэропортов Брэмена, Кёльна, Мюнхена и Франкфурта. Из-за чего авиакомпаниям пришлось отменить сотни рейсов и вовремя не смогли вылететь 90 тысяч пассажиров. Сегодня аэропорты уже работают в нормальном режиме, но если требования профсоюза не будет выполнено, стачки повторятся. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов, подробности немецкое бюро телеканала Интер. Возвращение бессрочных. Новые забастовки начались сегодня в столице. Пикеты под Минздравом снова развернул лидер за життя. Сколько удается заработать одиозному политику и какие силы его поддерживают подробнее в материале. Громкая музыка, толпа пенсионеров, собственная охрана. С сегодняшнего дня мы начинаем бессрочную акцию, мирную акцию. Мы будем мирно требовать отставки супруг. Организатор псевдопикета, лидер партии за життя Вадим Рабинович свою акцию распиарил еще на прошлой неделе на странице Facebook. До этого борец с главой НБУ неожиданно проникся несправедливостью медреформы и ее идеолога главой Минздрава призвал всех неравнодушных прийти на митинг. И люди пришли бороться за денежные знаки. Свою акцию нардеп назвал бессрочной. Но сроки участникам точно известны. Оплата, похоже, почасовая. Совершенно два часа может вам больше я не знаю. А вы типа до двух часов и потом? На двенадцать. Сам Рабинович на акцию не приехал. Но масштаб расхвалил. Слишком. В фейсбуке написал митинговали, дескать, порядка двух тысяч человек. Хотя на самом деле не более пяти сотен. Уже под конец к нам подошел молодой человек. Представился членом партии за життя. Нас обвинил в необъективности. Слов не подбирал. Вы обслуживаете постоянно партию, которая нормально тулит. Вот стояла группа бабушек, и теток стоял и пронюхил. Что же там происходит? Что какая-то по***ть партию за життя, что вы охотите бомжи какие-то за деньги, да? Проплаченное шапито для Рабиновича собирать не впервой. Прошлой осенью под зданием Нацбанка прошел настоящий фестиваль митингов. Здесь нет ни одного человека, который пострадал от банковской системы. Но вот сами митингующие тогда пострадали. Этот материал мы показывали еще осенью. Сотни людей требовали выплатить долги за участие в протестах, организованные Рабиновичем. Обманные обманные путем, да, обманным путем мы бы не пришли. А ты по пике дадут нам по 50 гривен, иди до дому. А мы рассчитывали на лучшее. Дальше по 80, да, Любович. Да. А зараз ничего не получит. Да тут, наверное, меньше. Ну, говоришь, 50, а то 80 тут не появилось. Немного прикладной математики. Пара недель такого шапито обходится почти в 25 миллионов гривен. Таких денег у Рабиновича нет. Вывод один. Помогают спонсоры. Эксперт утверждает, что это проект власти. Ведь за життя отнимает часть избирателей у настоящих оппозиционных сил. И помогает с лихвой. Сегодня, например, вместо двух тысяч пикетчиков пришли не более 500. Оплату для оставшихся нардеп спокойно кладет в карманы. По информации общественников, у него есть израильское гражданство. И вот вопрос, почему его израильским гражданством никто не занимается. В отличие, к слову, от истории с нардепом Артеменко, которого за канадское гражданство лишили гражданства украинского и, разумеется, депутатского мандата. Напрашивается логичный вопрос. Не будет у Рабиновича благословления власти. Вряд ли он смог бы в Украине так жить хорошо и безнаказанно. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Что стоит за протестными акциями лидера за життя и какие политические бонусы они сулят Вадиму Рабиновичу, мы спросили у политологов. С точки зрения политехнологической, безусловно, крестовый поход против Супрун беспроверочный вариант. Равно, как и борьба, длительная борьба с Гонтаревой. Но надо понимать, что отставка Гонтаревой все-таки заслуга не Вадима Зиновича, а несколько иных лид и факторов. В Украине впервые с 2014 года снизился уровень демократии. Речь об этом идет в докладе международной организации Freedom House. Авторы отмечают, что затянувшийся конфликт на востоке страны политики используют для атак на общественные организации, журналистов, прикрываясь патриотизмом, тем самым отвлекая внимание от провала реформ. Общественники констатируют, что децентрализация продолжается, но вот другие направления, как, например, борьба с коррупцией, зашли в тупик. В Николаеве убит бывший начальник таможни Артур Поляков. Пропал 3 апреля, он уехал из дому и больше не вернулся. Жена обратилась в полицию. Как выяснилось, Поляков ездил на встречу с людьми, которые не хотели возвращать ему 50 тысяч евро. Но должники избили экс-таможенника, а затем один из них задушил его. Двое подозреваемых задержаны. Автомобиль убитого обнаружили в одном из гаражных кооперативов. Тело Полякова ищут сейчас на месте, которое было указано злоумышленниками. Артур Поляков проработал в таможенной системе более 20 лет. С 2010 по 2014 год он возглавлял Николаевскую таможню. Нардеп Борислав Розенблат признан потерпевшим в деле о его подкупе. Такое решение вынес Печерский райсуд столицы, и оно не подлежит обжалованию. Речь идет о 200 тысячах долларов, которые якобы предлагал Розенблату законспирированный агент НАБУ за содействие в выдаче разрешения на добычу янтаря одной из фирм. Суд счел, что в отношении нардеп это была провокация. В свою очередь в НАБУ уверяют, что на расследование это постановление суда никак не повлияет. На прилавках украинских магазинов станет больше оливкового масла, вина и цитрусовых из Ливана. Об этом бизнесмены договорились сегодня во время Украинско-Ливанского делового совета. Украинские предприниматели утверждают, что ливанских товар это достойная альтернатива европейскому, поскольку по качеству эти продукты не хуже, а цена ниже. Кроме этого, в Киеве рассматривают, берут как торговый узел для экспорта своих товаров в страны Ближнего Востока. Ливанцы, в свою очередь, заинтересовались украинским зерном и Мухой. Дальше потужный рост двусторонних торговых взаимин. И этот рост, например, за минулий рост складывал 26%. И мы наближаемся почти до и есть как минимум обратные связи, есть гарантия. Запрет на покупку молока у населения может вступить в силу уже через три месяца. Если это произойдет, селянам придется распродать скот. Об этом жители Киевской области рассказали сегодня народным депутатам. Чем они обещали помочь, подробнее в материале. Киевская область, село Богдановка. В этом доме живет семья из пяти человек. Наталья Дроздова воспитывает двоих детей. Вместе с мужем они ухаживают за больным отцом. Все доходы семьи от продажи мяса и молока собственного производства. Ну, тут у нас начиналось из двоих коровок. Это лосуня и то у нас береза. Но в последнее время дела плохи, признается Наталья. Чтобы купить корма, пришлось продать одну корову. Дуже дорого. Дуже дорого. Мы на рік купляем где-то 5 тонн пшеницы. Помимо того, кукурузы. Где-то, я думаю, около 50 тысяч. Это нужно только вкладывать, чтобы потом что-то иметь. Сейчас дорого, что купили по 100, 110, сейчас 170. Вряд ли ситуация улучшится, когда власти примут закон о новых стандартах качества молока. Иными словами, введут запрет на покупку молока у населения. Ведь если корову доили вручную, молоко считается второсортным. Проект должен вступить в силу уже 1 июля. Так что люди готовятся распродавать хозяйство. Денег на покупку доильного аппарата у них просто нет. Об этом Наталья Дроздова пожаловалась нардепу Юрию Бойко. Он приехал после того, как местные депутаты от оппозиции рассказали о проблемах селян. После услышанного Юрий Бойко решил подарить семье и доильные аппараты, дорогостоящие оборудования к нему. Вот уже первопомощь, я уже почувствую. Нардеп высказался и о нововведениях правительства. Он считает, что прежде чем подписывать договоры об изменении стандартов сельхозпродукции, нужно подготовить украинских фермеров к тому, чтобы продавать не сырье, а переработанную продукцию. Для этого необходимо внедрить госпрограмму. Но сейчас, говорит Бойко, вводить такие нормы рано и уверяет за проект о новых стандартах сельхозпродукции оппозиционный блок голосовать не будет. Он будет заблокирован, я уверен, что за него парламент не проголосует. Парламент не проголосует за то, чтобы уничтожить фермерское господарство. Это первичное завдание парламенту заблокировать заборону продажи мяса и переглянуть, заставить уряд, и я это буду делать, заставить уряд, переглянуть угоду про ассоциацию, пока не будет действия допомоги фермерам, чтобы они могли выжить в этих умовах. И что делать людям, которые не имеют таких действенных аппаратов? По словам лидера УПА-блока, на поддержку сельского хозяйства была предусмотрена огромная сумма 4 миллиарда гривен. Но бюджетные деньги, как обычно, по-тихому распределили между крупными агрохолдингами. А вот небольшие хозяйства практически лишились всяких льгот. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Сегодня на заседании Кабмина рассматривали прошение министра инфраструктуры об увольнении главы госслужбы по безопасности на транспорте Михаила Ноника. Якобы он злоупотребляет служебным положением. Впрочем, Кабмин прошение не поддержал, но премьер поручил провести служебное расследование деятельности главы службы и ее работы в рамках министерства. А на период проверки отстранить Ноника от исполнения обязанностей. Все подробности в нашем материале. О своем временном отстранении от должности Ноник узнал из соцсетей. Точнее, из поста замминистра инфраструктуры. Утверждает, назначенной Кабмином проверки не боится. Надеется, что расследование прояснит реальное положение дел в структуре. Я не боюсь никаких проверок. Доброе, что такая проверка будет. Мы будем спілкуваться с соответственными службами для того, чтобы действительно показать реальный стан справ. Мне нет, что скрывать. Абсолютно моя работа прозорная, моя работа я считаю эффективна. И это оценивает общество. Как известно, правительство выделило сотни миллионов, чтобы поддерживать порядок на дорогах. Поэтому примеры поручил разобраться в ситуации. Вокруг габаритно-весовых комплексов. К примеру, в последнее время много шумихи. Выяснить, как работают, да и работают ли вообще, Ноник отправился с инспекцией. Вот весовой комплекс на окружной дороге под Киевом. И здесь немало нарушителей. К примеру, в этой машине неравномерно расположен груз, хотя общий вес не превышает норму 40 тонн. Как оказалось, сами водители не знают, сколько везут. Веса должны быть. А сколько везете сами? Не знаю. Сколько нагрузили, столько везем. Какие грузовики останавливать, инспекторы решают на глаз. Говорят, реакция на проверки разная. Одни водители не против, другие уверяют, что таких правил не знали. Но все нормы прописаны в законе. На глаз видно, что он загружен. Дозволяется полная масса транспортного способа 40 тонн. Навантажение на одиночную вес 11 тонн, на сдвоенную 16 и настроенную 22 тонны. Это все расписано, есть в вольном доступе. Каждый водитель должен это знать. Эксперты говорят, такие рейды помогают не только сохранить дороги, но и бороться с незаконной добычей. Надо выходить, надо совместно с органами транспортного безопасности, другими прохранителями, защищать наши дороги, контролировать незаконную перевозку. А там, где повышение весового контроля, там и незаконная добыча, там и незаконная продажа, все это звенья одной цепи. Габаритно-весовой контроль проводят уже два года. По всей Украине работают около 150 таких пунктов. Но этого недостаточно, утверждает уже отстраненный глава Укртрансбезопасности. Службе не хватает финансирования, чтобы закупить новое оборудование. Да и на украинских дорогах недостаточно площадок, чтобы разместить комплексы. Площадок есть на сегодня порядка 109, на которых мы можем работать, а всего по Украине 141. Автодор до конца этого месяца обязаны, что они доремонтуют все площадки, которые у них есть. Это 141 площадка, и до конца года будет их 280, они еще добудуют новых. Но все равно этого не достаточно для полноценного эффективного контроля по навантажению на транспортные засыпы. Но все же результаты есть. За два года работы комплексов многие украинские предприятия обзавелись собственными весовыми системами. Тех, кто продолжает нарушать закон, штрафуют. Только за счет этих санкций бюджет страны в прошлом году пополнился более чем на 20 миллионов гривен. Ксения Барвиненко, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. Захотел и запретил. В Киеве мужчина подал в суд на соседей за то, что они начали строить домы. Хотя земельные участки не смежные и у людей есть все разрешительные документы, суд вынес постановление остановить стройку. Как так вышло, подробнее в материале. Я перепрошу ее. Если хотите, я буду разговаривать совершенно по-другому. А сейчас сидите и молчите. Когда я буду разговаривать, будете молчать. Эмоции вокруг застройки земельного участка на улице Редутной разгораются уже более трех лет. Еще в 2007-м, объясняет адвокат Виктория Скороход, ее клиент приобрел земельный участок, а в 2014-м начал строительство дома. После получения всех документов, разрешающих начать строительство, сосед, который живет напротив, решил обратиться в Печерский райсуд Киева. По мнению адвоката, судья вынесла вероятно заангажированное решение. Судья Батрина Леся Васильевна вынесла забеспечения, якими? Первое, накладено арест на земельной участке, по-друге, заборонено проводить будильные работы. Видите, мы не проводим будильные работы. И по-третье, это самый нонсенс, это данную участку отрезана от электроэнергии, от водопостачения и от канализации. По мнению оппонента Бориса Непомещева, строительство остановлено. Отстаивать свою позицию, утверждает Виктория Скороход, ее клиент намерен уже в апелляционной инстанции. Несмотря на то, что, по ее словам судья Леся Батрин, по неизвестным причинам всячески задерживала передачу дела. Сегодня мы имеем чинную декларацию, которая в реестере. На сегодня мы имеем мисто будильные условия, которые не скасованы. На сегодня мы имеем чинный дозволь Министерства Культури, который тоже не скасованы. Оскільки на сегодняшний день, и это уже почти три года, продолжается конфликтная ситуация между владельцами. Но я считаю, что, насколько есть дозвольные документы, в межах правового поля, судья Почерского районного суду не мали права застосовывать такие обеспечения, как отключение электропостачания, отключение канализации, отключение водопостачания. Тем временем в Высшем Совете Правосудия уже заинтересовались действиями судей Олеся Батрин. В отношении ее дисциплинарная комиссия уже открыла два дисциплинарных производства. Записать комментарий судей журналистам не удалось. Рассмотрение этого спора в Печерском районном суде продолжится 16 апреля. Александр Васильченко, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер. А в Харькове французская весна, причем уже в 15-й раз. В этом году фестиваль впервые открыла посол Франции в Украине Изабель Дюмон. О чем кроме культуры она успела поговорить с главой области знает Светлана Шекера. Делегация из Франции свой визит в Харьков начала с деловых встреч. Посол этой страны рассказывает, побывали в Академии Нацгвардии, заехали и на предприятие, которое занимается IT-технологиями и давно работает в регионе. Глава Харьковской облгосадминистрации говорит, с французами дружат давно. Компания Малтиропа, которая работает на Харьковщине уже давно. И одна из компаний, которая рассматривает возможность работать на Харьковщине, это Шнайдер Электрик, компания, с которой мы уже открыли лабораторию в университете имени Бекетова військового господарства, где студенты могут проходить практику или проходить лабораторные работы и иметь возможность на современном обладнании научиться и потом проводить этот опыт уже на рабочем месте. Поэтому практический опыт работы с французскими компаниями мы имеем. Будем долучать к спорту международных партнеров. Во время встречи посол Франции сообщил еще одну хорошую новость для области. Шнайдер Электрик и Мальтуроп две французские компании, которые нашли, находят основу в этом регионе и их представители с нами сегодня, которые оба, я знаю, что ваш регион уже привлекает французские предприниматели, предприятия и Мальтуроп тоже хотят, думают или уже решают. уже решили переехать сюда в Харьков из Киева. В подарок Изабель Дюмон вручили аутентичное украинское ожерелье. А при том это хорошо с этим, да? Я же люблю и цвет совпал. Мы не знали, в чем вы будете понить Дюмон, но, видимо, так все совпал. Вечером Юлия Светличная и Изабель Дюмон открыли фестиваль «Французская весна». В этом году его проводят в Харькове уже в 15-й раз. В честь юбилея дипломат вручила старинный орден наполеоновских времен преподавателю Каразинского университета Инге Яценко за популяризацию французского языка. Проголошу нас кавалером ордену академичных памятников. После торжественной церемонии французский дизайнер Изабель Тош представила свою коллекцию. Для создания модной одежды она использовала необычные материалы этикетки от конфет, целлофан и даже поролон. Продлится Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok